Жители Славянска взбунтовались против новых коммунальных тарифов. Мэрия решила поднять стоимость услуг ЖЭКов на 217%. Возмущённые горожане вышли на митинг, а на общественных слушаниях массово проголосовали против. Достучались ли жители до чиновников, расскажет Алексей Куделя. На центральной площади Славянской митинг на улицу вышли сотни горожан. С лозунгами и транспарантами они протестуют против повышения тарифов на услуги ЖЭКов. Пенсионерка Надежда Николаевна говорит, что это поднятие цен не обосновано. На 217% дорожает. Это не посильно. И теперь ещё условия субсидий очень жёсткие. Поэтому мы со страхом ждём нового отопительного сезона и новых тарифов. Если городские чиновники утвердят новые тарифы, то за свою трёхкомнатную квартиру пенсионерке Валентине Ивановне придётся платить около 300 гривен. Раньше я за трёхкомнатную квартиру платила 24 гривны. Сейчас я плачу 125. А теперь, значит, лях собираются их на 230%. Это получается, что трёхкомнатная квартира будет стоить не 300 гривен в месяц. После митинга возмущённые люди пришли в Горсовет. Там начались общественные слушания. Но вместо экономического обоснования тарифов, градоначальник продемонстрировал горожанам только эмоции. Я готов перевести вешеную зону, отдать людям. И сказать, что люди добрые, сами работайте над их тарифом, чините свои внимания, убирайте территорию. И тарифам вообще не будет в Москве ЖКХ. Мы вообще их снимем. На общественных слушаниях были и работники ЖКХ. Они поддержали идею повышения тарифов, но противников оказалось больше. 140 против 170 поднятых рук. Это решение горожан формально лишь рекомендация чиновникам и не обязательно к исполнению. Но к мнению большинства власти обещают прислушаться. Сейчас протокол, потом будет решение принято. Вы будете учитывать? Однозначно, конечно. Окончательный вопрос повышения тарифов чиновники обещают решить на следующей неделе на заседании исполнительного комитета. Общественники, в свою очередь, проследят, как прислушались власти к мнению большинства. Алексей Куделя, Игорь Монастарев, телеканал «Донбасс».